Не остаются наши земляки в стороне от проблем жителей Осетии. Сейчас в сложный для республики период из Москвы поступает медицинская и продовольственная помощь. Помощь оказали Богоявленскому женскому монастырю. Монахиням передали медицинские средства и продукты питания. Отец Вячеслав молится за здравие и благополучие остинского народа в стенах Аландского храма в Москве. Настоятель храма вместе с прихожанами организовал и благотворительную помощь. Груз уже прибыл в республику. Узнав о положении, о вот этом положении в республике, они решили поддержать свой народ, свою республику и оказать им гуманитарную помощь. Вот это все было освящено Вячеславовым Джейрановым. Они все сами загрузили и прислали около 13 тонн груза. Часть груза уже отправили в центральную районную больницу Алагира, а именно большое количество медицинских масок, перчаток, бахил и дезинфицирующих средств. Изделия, которые были сегодня доставлены, имеют огромную ценность для нас, потому что они будут защищать медработников, врачей, медсестер и санитарочек. Это очень важно, потому что мы стоим на страже здоровья жителей Алагирского района. Мы хотим, чтобы жители нашего района были здоровыми, чтобы по окончанию всей этой истории они вышли на работы, вышли к своим рабочим местам. И, естественно, чтобы и родные, и близкие были здоровы и счастливы. Активисты оказали помощь и Богоявленскому женскому монастырю, богослуженцам передали медицинские средства и продукты питания. Одна из главных задач – помочь малоимущим. Много семей оказалось в тяжелой жизненной ситуации. Через молодежные комитеты и через другие штабы, которые есть в районах, они все вместе сотрудничают. И через их информацию довести вот это все до нуждающихся в этой помощи. В первую очередь, конечно, это многодетные, малоимущие семьи, инвалиды, где имеются, в том же, кто остался без работы и так далее. Помощь в Осетию в эти дни поступает из разных уголков страны и мира. Наши земляки не остались в стороне. Это и предприниматели, и политики, спортсмены, и артисты. От самих граждан просят проявить ответственность и сохранять режим самоизоляции. Батрас Загуров специально для программы «В итоге». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова